Настольные игры, как всегда, вызывают у мальчишек большой интерес. Кроме футбола, бассейна и походов на родник, в лагере «Муслим» ребята также посещают различные творческие и спортивные кружки. В утренние часы после зарядки и завтрака в отрядах проходят получасовые беседы об основах ислама. Преподаватели даже не называют эти встречи уроками, ведь они больше напоминают простой разговор между педагогом и ребятами. Одной из наших целей является обучить детей арабскому алфавиту, чтобы на выходе они уже умели соединять буквы и потихонечку читать. Конечно, это самое интересное для них задание. Они сами когда видят, что это у них получается, их глаза сразу загораются. В этом лагере работает и кружок по заучиванию Корана. За всю смену желающие при регулярных занятиях с учителем могут запомнить до двух с половиной страниц священного текста. И это хороший результат для тех, кто уже умеет читать Коран в оригинале. А для новичков у преподавателя есть отдельная программа. Те дети, которые не умеют читать Коран, для этого у меня есть время, время кружков. Во время этих кружков я обучаю именно с нуля до чтения Корана. Это является для меня результатом. То есть, если я научил ребенка читать Коран, то я думаю, что результат достигнут. То есть моя цель для этих кружков. Все свои интеллектуальные таланты и новые знания ребята демонстрируют на сцене местного дома творчества. Здесь воспитанники лагеря принимают участие в конкурсах, рассказывают стихи о дружбе и играют в КВН. К сожалению, очередная смена для мальчиков подошла к концу. Через день они уедут домой, но яркие и теплые воспоминания о лагерной жизни останутся навсегда. Здесь за три недели дети раскрыли свои внутренние способности, почувствовали, что значит быть самостоятельным и ответственным. Смогли преодолеть свои комплексы, стали крепче морально и физически. А главное, получили неоценимый опыт в человеческих отношениях. Расим Заитов, Тимофей Печерский. Специально для НУР-ТВ.